Всем привет! Вы на канале QDog Gaming. Сегодня мы вот смотрим на такую визуальную новеллу, которую скинули на колчке. Она про пшизиков, проекции и прочие дорогие нам вещи. Это видео выйдет в двух вариантах. Один с няшной мной, а второй с унылым снегухом. И давайте начинать. Начало игры начинается с пробуждения. Проснуться. Во снах можно видеть вещи, которых не существует в реальном мире. Или же позволить себе сделать что-то недопустимое. Но иногда во сне совершенно ничего нельзя изменить, даже осознавая, что это лишь сон. Например, когда чувствуешь дикую слабость в теле и не можешь сопротивляться кому-то. Над маленьким тельцем, лежащим над прохладной поверхностью стола, широко улыбаясь и смеясь, склоняется темная фигура. Вот так. Еще немного и наша процедура наконец окончится. Ты вел себя хорошо, поэтому проснись. Долгожданное пробуждение. Первое, что бросилось в глаза – белый потолок. Беловолосый мальчик медленно повернул голову. Право, право или лево, неважно. Визуально обе стороны выглядели одинаково. Мягкие белые стены. Не самое приятное пробуждение. Он медленно встает на ноги, чувствуя босыми ступнями прохладу, а также странную слабость в теле и хуевую рисовку в голове. В спертом воздухе витает слабый запах каких-то лекарств. Он замечает, что из-за одежды на нем только нижнее белье и больничный длинный халат явно не по размеру. В руках он держит фиолетового плюшевого шизика. Перед глазами плыло, но ребенок все-таки смог сфокусировать взгляд на железные двери с решеткой. Медленно, пошатываясь от слабости, он подошел к двери и подергал ручку. Извините? Кто-то немедленно подошел к двери с другой стороны? Ну, чего тебе? Мужской голос был грубым и не вызывал доверия, из-за чего мальчик начал говорить тихо и осторожно. Где я? Мужчина что-то нервно пробубнил. Какой смысл отвечать на этот вопрос, если ты, как и остальные психи, все равно это забудешь через какое-то время, и все начнется заново? Снова задашь этот... А вот тут... Тут баг в игре. Нельзя промотать и пролистывать текст, и мы не можем узнать, что он сказал и... Впрочем, поебать! Я хочу знать, я хочу знать, как я сюда попал и кто я. Эти мягкие стены... Я болен? Мужчина засмеялся. Болен? Здесь все больны, милый мой. Я бы сильно удивился, если бы в психиатрической лечебнице был хоть один здраворассуждающий человек. Только особо буйных держат в одиночной мягкой камере. Например, как тебе? Эй... Я не чувствую себя больным. Мужчина снова засмеялся. Это естественно. Ни один псих никогда не признается в том, что у него есть проблемы с головой. Я ответил на твой вопрос. Теперь будь добр, замолчи, иначе останешься здесь надолго. Сора. Че так сразу оскорблять? Послышались отдаляющиеся шаги. Мужчина куда-то ушел. Я ничего не понимаю. Самое страшное, что мои мысли от меня будто разбегаются. Я не могу сосредоточиться. Со стороны послышался недовольный голос молодого парня. Он всегда грубо разговаривает с детьми. Вот же чертов детоненавистник. Сора повернул голову на голос и увидел сидящего в углу камеры блондина в больничной одежде, состоящей из рубашки и штанов. На вид ему было лет 18-19. Сора не смог судить, насколько он был младше парня. Мужчина сказал, что камера является одиночной, так как здесь содержат буйных пациентов. Почему тогда мы находимся в одной камере? Мальчик медленно, почти незаметно, попятился спиной к двери, чтобы сохранить максимально безопасную дистанцию. Кажется, парень не особо был заинтересован в нападении. Точнее, вообще не был в этом заинтересован. Ты снова молчишь, как и раньше. Но минуту назад ты был довольно красноречив с этим грубияном. Блантин приподнял брови вверх, словно удивляясь чему-то. Почему ты так на меня смотришь? Здесь два пациента. Тихо проговорил ребенок без доли каких-либо эмоций, смотря куда-то в сторону. Два? О чем ты? Удивление в голосе парня заставило Сору перевести взгляд снова на него и увидеть не менее сильное удивление на его лице. Мы знакомы? А, теперь я понял, в чем дело. Блондин покрутил головой, низко склонив я. Похоже, тебя накачали сильнодействующими препаратами. Парень улыбнулся и подошел ближе, сохраняя небольшую дистанцию, дабы не пугать ребенка. Наверное, тебя пугает сама мысль о том, что я Кира, чтобы отказаться в одной камере с незнакомым, но ты можешь меня не бояться. Я проекция твоего подсознания. Меня зовут Ироки. Жаль, что ты меня не помнишь. Парень дружелюбно улыбнулся и подтянул руку для знакомства. Ребенок даже не посмотрел на протянутую ему ладонь. Это вызвало у парня легкий смешок, словно произошло что-то забавное. Меня зовут Ироки, а ты Сора. Рад снова познакомиться с тобой. Так и не дождавшись каких-либо действий со стороны Соры, Блондин опустил руку. Проекция. Либо я сижу в камере с еще одним умалишенным. Либо это мои собственные галлюцинации. Во всяком случае, лучше избегать физический контакт. То есть, ты фальшивка. Галлюцинация. Плод воображения. Блондин прервал его на полословие. Достаточно. Я понимаю, что у тебя большой словарный запас, но лучше остановись. Ироки усмехнулся, тронув пальцем кончик носа Соры. Но я старше тебя. Сора вздрогнул от неожиданности. Я... Чувствуешь... Но не заблуждайся. Парень убрал руки в карманы. Это фантомное осязание. Ты почувствовал то, чего на самом деле нет. Я чисто физически не могу к тебе прикасаться. На секунду повисла тишина. Тогда я действительно болен. Беседу прервал голос мужчины за дверью. Что-то ты слишком много говоришь. Раньше мне не приходилось тебя затыкать. Если я еще раз услышу, как ты говоришь сам с собой, пожалеешь. Сора притих. Ироки покосился на дверь, сочурив глаза. Было заметно, что он сильно недолюбливает мужчину за дверью. Да. Йой какой-то. Честно говоря. Я действительно здесь один. Мужчина за дверью не слышит его, следовательно, его нет. Так, надо обдумать эту фразу. Мужчина слышит? Нет. Может, он проговаривает все фразы сам. Такое тоже может быть. Мальчик обнял свои колени и посмотрел на блондина, ходящего из стороны в сторону по камере. Больное осязание способно на разные трюки. Вроде тех же галлюцинаций, зрительных, слуховых, вкусовых и так далее. Но подсознание спроектировало убедительную галлюцинацию, которая не пропадает ни на минуту. Это как невидимый друг у детей, который является всего лишь плодом воображения. Мое подсознание спроектировало его. Выходит, я и правда болен. Но я не чувствую себя больным. Он не пытается убедить меня в чем-то ложном, будто сохраняет мое здравомыслие. Я не уверен до конца, но кажется, я вижу ситуацию такой, какая она есть, без каких-либо искажений. Я могу думать и до ушей донес вся щелчок зонка, а затем дверь камеры открылась. В камеру заглянул мужчина, не слишком дружелюбно посмотрев на сидящего на полу ребенка. Можешь выходить и побыстрее. Я и так четыре часа торчал у твоей камеры и не мог отойти по своим делам. А че ты мог просто уйти? Четыре задумчиво проявил ссору. Похоже, сейчас он находится в своих мыслях. Мальчик поднялся на ноги, однако те все еще не хотели его слушаться. Он ходил из стороны в сторону, пытаясь удержать равновесие. После еще одного неудачного шага к выходу, он споткнулся и мог упасть, если бы Ирки не подхватил его вовремя. Аккуратней. Здесь проем, не расшиби себе голову. Блондин помог ему покинуть камеру без травм. Мужчина же и не пытался, по-моему, помогать пациенту. Все это время он лишь стоял у камеры и раздраженно ждал, пока ребенок выйдет. Оказавшись в коридоре, ссору услышал звуки дождя. На улице дождь? Да, пошевеливайся, не задерживай меня. А мужчина повел его по коридору, крепко держа за руку. Ссору отметил, что хватка у мужчины действительно была очень крепкой, и вырваться у него все равно бы не получилось. Блондин шел вперед спиной, стараясь не выпускать возможности видеть выражение лица своего подопечного. Я думаю, тебе нужен отдых. Ребенок поднял взгляд на него. Эээ, меня бесит это, эээ, вот это. Твоя легкая заторможенность и отсутствие мимики меня начинают серьезно беспокоить. Похоже, лекарства все еще не прекратили свое действие. Прошло 4 часа. Лекарства могут так долго действовать? Или же дозировка была большой? Вероятно, доза была большой. Следовательно, напрашивается вопрос, чем ты так разозлил санитаров? Эээ, мальчик посмотрел на идущего ряда мужчину, размышляя, стоит ли задавать ему вопросы? Ээ, задать вопрос. Или ничего не... Давайте зададим... Извините, что тебе еще надо? Эээ, проект... Эээ, куда мы идем? Куда мы идем? В палату и без глупостей доктор Дэйв хочет продиагностировать тебя на завтрашнем сеансе. Доктор Дэйв? Доктор Дэйв. Сора заметил, как Ирки изменился в лице при упоминании этого имени. Вероятно, блондин что-то вспомнил. Да-да, доктор Дэйв, твой лечащий врач и главный психиатр. Теперь замолчи, меня раздражают твои вопросы. Сора и Ирки переглянулись. Эээ, да. Что ж, теперь сиди и не высовывайся. Если не хочешь снова вернуться в камеру, ужин получишь вечером. До этого времени тебе запрещается даже думать о том, чтобы покинуть палату. Окей. Охранник вышел и запер дверь палаты. Сора начал осматриваться, не веря, что уже жил здесь и раньше. Я жил здесь до этого. Не очень уютно, но выглядит обжитой. Вероятно, ты здесь давно. Здесь у нас есть кубик Рубика из 4х4. Вероятно, ты здесь давно. Сора почувствовал головокружение и сел на кровать. Он подумал, что следует прислушаться к словам Ирки и поспать. Палату можно осмотреть и после. Ложись, я посторожу тебя. Вот так просто заснуть в закрытом пространстве с тем, кого я даже не помню и не знаю, чего от него ждать. Это звучит обидно. Я не хочу оставлять тебя здесь в одиночестве. Я даже не предполагал, что в один момент ты с таким подозрением будешь относиться ко мне. Это странно, когда о тебе заботится тот, кого нет. И мне спокойно в одиночестве. Сора еще долго не мог уснуть, то закрывая, то вновь открывая глаза, не сводя взгляды с парня. Длилось это до тех пор, пока усталость все же не подавила чувство самосохранения. Пришедший вечером охранник попытался разбудить пациента, однако у него это не вышло. Сора спал слишком крепко. Ирки решил не беспокоить ребенка и дать ему выспаться, поэтому и не дернулся с места. Несмотря на свою грубость, до этого охранник просто решил оставить тарелку с ужином на столе и тихо ушел. Очнувшись, после долгого сна Сора почувствовал себя намного лучше, чем до этого. Блондин все это время сидел в углу палаты, склонив голову. Заметив, что Сора уже не спит, он тут же поднялся на ноги и подошел к кровати. Ну, как самочувствие. Выглядишь получше, не считая бледноты. Голова больше не кружится и слабость в ногах пропала. Эх, Сора огляделся. Интересно, который час? За окном уже темно. К сожалению, здесь нет часов. Вероятно, сейчас заполночь. Это пугает. Неопределенность. Неопределенность времени или неопределенность всего в целом? Неопределенность в целом. Я не хочу сидеть в палате, как все остальные, без памяти, лишь полагаясь на слова какого-то охранника. Я ему не верю. Доктор Дэйв, о котором он говорил, в дирике изменился в лице, словно ему было что добавить. Прости, я почти ничего не помню, я ведь просто проекция твоего подсознания. Но ты хочешь что-то рассказать? Ребенок произнес это с уверенностью. Ладно, но ты и хочешь что-то рассказать. Ребенок произнес это с уверенностью. Лишь обрывки, которые всплыли в голове при упоминании этого имени. Доктор Дэйв, тот или один из тех, кто повлиял на эту ситуацию, неважно как, полностью или частично. То есть я здесь не просто из-за того, что вижу тебя. По таким обрывкам судить трудно. Возможно, есть что-то еще. Но больше вспомнить не могу, прости. Сора резко встал с кровати. Получается, на данном этапе моя главная проблема заключается в отсутствии важных воспоминаний. Как ты думаешь, у меня получится восстановить хотя бы их часть? Я постараюсь помочь тебе. Давай для начала разберемся с твоей палатой. Похоже, когда-то я уже собрал его. Интересно, за какое время? Выходит, ты любил головоломки. Я сейчас был бы не против собрать, например, пазл. Однако его здесь нет. Да и времени у меня тоже нет. Луну не видно. Похоже, она скрылась за облаками. И эти решетки... В лучшем случае я туда только руки просуну. Я вот думаю, кто-нибудь пытался хоть раз спыгнуть с третьего этажа психушки? Ведь не зря решетки даже так высоко вешают. Боюсь, этот кто-нибудь сильно пожалел. Бля... Сора присел на пол. И прочитал записи. Здесь идут записи о том, сколько понадобилось времени на сбор кубика Рубика. Да ты вундеркинд. А еще числа в случайном порядке и странные неразборчивые надписи. Неужели у меня такой ужасный почерк? Блондин рассмеялся. По крайней мере, даже санитары не поймут, что ты там засекретил. Проблема в том, что я и сам не пойму, что я там засекретил. Лучше уснуть, помня что-то о себе, чем уснуть, помня, что у тебя амнезия. Но кровать, на удивление, мягкая. Ты не узнаешь эти рисунки? Хм, они странные. Зеленая луна, фиолетовый заяц. Сора опустил взгляд ниже и прочитал надпись корявым мелким почерком. Девять лет? Десять лет? Подожди, что? То есть сейчас мне где-то лет десять? Ты такой маленький. Ирек заметно милился. Сора присел на корточки и взял в руки лежащий на полу учебник. Это же высшая математика. Хм, что здесь делает этот учебник? Вряд ли для ребенка подходит данный материал. Если взять во внимание числа и... Сора погружается в написание формул и перестает реагировать на Иреки и окружающее его пространство. Сора? Эй, Сора, прием. Сора. Ребенок на мгновение приходит в себя. Да? Ты мне что-то говорил? Знаешь, я думаю, санитары не очень обравдываются тому факту, что ты списал весь пол этими формулами. Ой. Ребенок отходит в сторону, случайно размазав ступней часть написанного. И я не знаю, как это вышло. Я просто увлекся. И ты действительно понимаешь то, что пишешь. Мальчик молча смотрит на него. Это странно. У нас пенис с крылышками есть. Я надеюсь, тут пиксель-хантинга не будет много. Я почти ничего не узнал о себе. Насчет главного зацепок и вовсе нет. Кроме обрывков твоих воспоминаний. Сора сделал акцент на слове «твоих», понимая, что сам он точно не в состоянии что-либо вспомнить. Что-то лучше, чем ничего. Я теперь хотя бы имею представление о том, сколько тебе лет, и Иреки резко замолчал. «Хм, кажется, на этаже никого нет. Мы можем попробовать выйти». Сора пытается открыть дверь, но та не поддается. Естественно, она закрыта. Хм, знаешь, думаю, у меня есть кое-какие навыки, которые могли бы помочь нам в этом деле. Навыки? Покопавшись в своей памяти, Иреки вспомнил некоторые обрывки, касающиеся взлома. Замок не был слишком сложным, поэтому после пары попыток удалось подобрать нужный алгоритм. Иреки оказался прав. В коридоре действительно никого не было. Они тихо вышли из палаты и закрыли дверь. Руководить действиями кого-то так необычно, но это кажется мне немного знакомым. «Хорошо. Этого идиота Майка нет. Вероятно, он находится где-то внизу». «Хм, Майк. Этого идиота зовут Майк. Хм, я все-таки вспомнил. Откуда у тебя навыки взлома?» «Эм, это неважно. В любом случае, я пока не сделал ничего плохого и, думаю, не собираюсь. По взгляду ссоры заметно, что этот факт лишь добавляет беспокойства и подозрений, однако он понимает, что данный навык может быть полезен». «Ладно, думаю, стоит найти кабинет самого доктора Дэйва, только вот я совершенно не ориентируюсь здесь. Интересно, надолго ли меня посадят снова в ту камеру, если я попадусь, ища нужную дверь? Мы будем осторожны. К тому же я замечу, если кто-нибудь подберется к тебе... Отлично, здорово, просто замечательно. А, вот как, да? Здесь у нас есть какой-то шар. Сора легонько пнул ногой одинокий мяч, следя за тем, как он медленно покатился в сторону. Мальчик задумался. «Это не мой». «Сора, чем ты занимаешься?» О, я снова пнул шизика, неважно. «Мне казалось, что она выглядит иначе, немного зловеще». «Дверь?» «Вышли мы откуда? Отсюда?» Окей. Сора осторожно спустился по лестнице вниз и выглянул из-за угла, ища взглядом того, кто мог бы заметить его и поднять санитаров. «Повезло, здесь тоже пусто. Не очень-то они любят по ночам гулять. Но здесь темнее, чем наверху. Я слышу голоса, один из них принадлежит Майку. Ребенок указал рукой на темную дверь. За этой дверью... Он тихонько подошел к двери, глянув мельком на дверную табличку. Здесь... Теперь он знал, что... Где находится кабинет доктора Дэйва. Плохо слышно. Надо прислушаться получше. Сора присел у двери и начал внимательно прислушиваться к Еле разборчивым словам. Йорки встал рядом, облокотившись спиной на стену и сунул руки в карманы. Доктор, меня беспокоит состояние номер 102. Похоже, ваша терапия совершенно не дала результатов. Майк, у тебя просто приступ паранойи. Тебе нужно успокоить свои нервы. Работа с психами всегда сказывается на собственном душевном здоровье. Доктор рассмеялся. Я помню этот смех. Похоже, вы не замечаете очевидного. Сегодня ссора пришел в себя и, несмотря на потери воспоминаний, его поведение ничуть не изменилось после терапии. Хочу заметить, после множества ваших терапий, Майк, ты не психиатр, ведь так? Ты просто охранник и тебе велено охранять его, а не давать мне советы по поводу лечения. Голос доктора говорил о его раздражении. Остается вменяемым, говоришь? Ха-ха-ха. Я согласен, у него, на удивление, крепкий рассудок, несмотря на его некоторые отклонения от нормы и воображаемого друга. Но в мои планы не входило делать из него типичного пациента с разжиженным мозгом, который и два слова связать не в состоянии, если ты забыл. Моей целью был небольшой эксперимент. Что за хуйня? Извините. Точнее, эксперимент, удача которого станет для меня большим событием. Ради этой цели я стер его память. Сейчас, тогда, я буду стирать ему память столько раз, сколько понадобится, чтобы эти чертовы воспоминания не мешали моему прогрессу. Поэтому вы так сильно стараетесь вытеснить его воспоминания Вы боитесь их? Я не боюсь его воспоминаний Я ненавижу это странное внутреннее сопротивление и борьбу за них Есть что-то, что заставляет его вспоминать и мешает мне двигаться дальше Если завтрашний тест выявит хоть малейшую помеху, нам придется снова применить терапию В остальном, твоя задача не изменилась, ты продолжаешь следить за его поведением Он немного отличается от своих сверстников, вы ведь помните, если он снова попытается сбежать Тебе разве самому не смешно сбежать? Куда? Доктор вновь смеется Сумасшедшему бежать некуда, ведь его дом это моя лечебница Сора понимал, что оставаться у кабинета и дальше рискованно, поэтому поспешил в свою палату В своей палате он медленно присел на край кровати Уставившись пустым взглядом в пол Ему хотелось обдумать полученную информацию в тишине Ведь дождь снова начал лить за окном, как из ведра Превращая и без того серое окружение в еще более мрачное Ироки остался у двери Застыв в привычной позе и терпеливо ждал, когда Сора все обдумает и решит заговорить с ним снова Сора поднял взгляд на него Ты прав, доктор замешан в этом, однако я до сих пор не знаю, как оказался здесь Неужели меня могли отправить на лечение всего лишь из-за воображаемого друга? Родители не ведут ребенка за руку к психиатру из-за игр и воображения, которое вполне нормально в силу возраста Сора на секунду задумался Блондин заметил, как он изменился Глаза ребенка помутнели, а сам он стал похож на сломанную куклу, смотрящую куда-то вперед без какой-либо определенной цели Семья Была ли у меня семья? Я... Я не помню Мальчик снова словно спрашивал самого себя, не надеясь получить ответа Сора Голос блондина снова вернул ребенка в реальность Помутнение в глазах Сора исчезло, и он выглядел как прежде Сложилось впечатление, что он совсем не заметил изменения в себе Интересно, я уже видел прежде такие странные изменения, когда дело касалось вопросов о прошлом? Вопросы о прошлом Мне нужно быть осторожным Они не должны понять, что я что-то знаю Если они догадаются, то меня, вероятно, ждет терапия по стиранию памяти Мы ведь уже так расставались Да, много раз Но почему-то именно сейчас знакомая обстановка не вызывает у тебя чувства, что ты раньше был здесь Ты находишься здесь около года Мне бы не хотелось, чтобы это повторилось снова Сора обнял колени руками и задумчиво посмотрел в сторону окна Неужели меня никто не ищет? Юрки медленно отошел от двери И осторожно присел на край кровати рядом с ребенком Нужно было как-то утишить его, чтобы он вновь не начал замыкаться К тому же Сора все еще немного сторонился его Знаешь, это не самая приятная информация Но ты не один Хоть ты меня и не помнишь И довериться мне так сразу невозможно Но все-таки он аккуратно кладет ладонь на макушку мальчика И легонько поглаживает его по голове Кажется, Сора немного удивлен Зачем ты это делаешь? Веки ребенка немного тяжелеют Вероятно, это начало его усыплять Юрки улыбаются Просто так И если я существую, значит ты нуждаешься во мне Морально Даже если до конца мне Даже если не до конца мне доверяешь Один ты здесь не останешься Сора молча кивнул ему Несмотря на привычное безэмоциональное выражение лица Это явно немного подбодрило его и успокоило Юрки убирает руку и встает А сейчас тебе пора спать Завтра нас ждет встреча с доктором Тебе нужно как следует отдохнуть Сора лег на кровать и укрылся с головой Уткнувшись носом в подушку Почему-то ему казалось, что в таком положении он в безопасности от внешних угроз Хотя сейчас бояться было нечего Кроме него в палате никого не было Послушай, да Я хочу спросить Почему ты старше меня? Что за плюшевая игрушка? Где? Вы здесь видели? Ее не было здесь Так что не надо Почему ты старше меня? Я знал, что рано или поздно ты задашь мне этот вопрос Тебя это смущает? Нет Дело в том, что я имею к твоему подсознанию прямое отношение А я не просто иллюзия Мой возраст отражения твоего возраста Где-то на психологическом уровне А сколько тебе лет? Ну, парень натягивает улыбку Мне двадцать Ты старше меня на десять лет А почему ты так удивляешься? Ты выглядишь моложе Это не я старый А ты еще маленький Что? Ну что за плюшевая игрушка, блин? Которую мы даже не видели Ссора Поднял плюшевого зайца над собой Изучая игрушку внимательным взглядом Изучение не увенчалось успехом Вспомнить, как игрушка появилась у него он не смог Мальчик неуверенно обратился к блондину Ты можешь что-нибудь сказать об этой игрушке? На вид ей как минимум лет пять Но выглядит аккуратно Еще мне показалось, что она изображена на рисунке Вероятно, эта игрушка была тебе подарена Все-таки просто так появиться она не могла Да и вариант с кражей мне кажется нереальным Странно Этот идиот еще не отобрал ее у тебя Ведь отбирать у ребенка последнее это в его стиле Ты уверен, что кто-то мог его подарить мне Похоже, Ссора немного засомневался в данной версии Да, просто так игрушки не дают детям При всем желании А украсть что-то уж точно не в твоем характере И руки вдруг зажмуриваются И начинают хихи Хихикать Ведь в таком случае ты мыслишь Ты мыслил бы чуть обширнее Уснуть Глаза начали медленно слепаться Осознание поражаться в дрему Мне начинает казаться, что мы уже были Он замолчал и уснул Так и не окончив мысль Блондин улыбнулся И аккуратно положил руку на макушку мальчика Спокойной ночи С завтрашнего дня Тебе будет труднее бороться за свои воспоминания Но нам придется сделать все, чтобы обыграть доктора Часы Но у меня ведь нет часов По звуку близко Почему я ничего не вижу? Я не понимаю Но я чувствую себя странно Неожиданно тиканье часов затихло Сора моргнул несколько раз Чтобы убедиться в том, что глаза открыты Но ничего не изменилось Он по-прежнему видел лишь темноту И чувствовал подбирающийся к нему холод Мозг еще не отошел от сна Реальный мир воспринимался слабо Но Сора понял, что произошедшее Буквально несколько секунд назад Всего лишь кошмар Сора Только сейчас, когда остатки сна исчезли Ребенок заметил перед собой блондина Сидящего на кровати около него Ирки выглядел так, будто произошедшее во сне ссора Он видел собственными глазами Хотя дело было в другом Сора выглядел не лучше Ребенок проснулся слишком резко Схватив парня рукой за кофту Чего тот, естественно, не ожидал На лице застыло непонятное выражение лица Отличное Сценарий просто Топчик Тебе приснился кошмар Сора продолжает молчать Понятно Ирки осторожно отстраняется Все-таки произошедшее вылилось в кошмарный сон Во всем виноват стресс Я должен был заметить Прости, что не разбудил тебя раньше Ирки сожалеет об этом Но это всего лишь сон Можешь рассказать, что ты видел Сора задумчиво смотрит под ноги Пытаясь вспомнить неприятный сон Ничего Темнота и звуки Поначалу я слышал звук часов Но затем он пропал Потом стало холодно И как-то не по себе Появилось чувство, что на меня смотрят Множество глаз из темноты Это было очень неприятно Блондин выглядел взволнованным Это ведь сон, основанный на подсознательном страхе Или же ты видишь в нем что-то иное Я вижу в нем намек на изменение Твоего психологического состояния И это меня тревожит Ирки на секунду задумываются В тебе есть что-то Чего я пока не могу понять Сора молча переводит взгляд на окно За которым, не переставая, идет дождь Интересно Дождь тоже, может, идет не просто так Он только нагоняет уныние Сора поворачивает голову к парню Изучает его внимательным взглядом Блондин поначалу ничего не заметил Однако на прессе стоило ему заметить взгляд на себе У тебя сильный взгляд Прекрати сверлить меня им Просто у меня появляются странные ощущения Когда я начинаю к тебе присматриваться Сейчас я вряд ли найду слова Которыми можно было бы это объяснить более доходчиво Ирки слышит Слышит приближающиеся шаги по коридору И не задумываясь Отходят от двери к сторону В сторону Дверь и палата открылась И в комнату вошел Майк Охранник бросил быстрый взгляд На нетронутую со вчерашнего вечера Тарелку с ужином Что ж, голодать выбор твой Мне до этого нет дела Доктор уже ждет тебя У себя в кабинете Идем Сора коротко кивнул охраннику Вставая с кровати Схватив своего плюшевого зайца Сора последовал за мужчиной Оставляя позади пустую и холодную палату Спокойные шаги Эхом отдавались по пустому коридору Все, что было слышно Звук подошвы ботинок охранника И шум холодного дождя за оконным стеклом Сора давно заметил Что по какой-то причине В этой части лечебницы Довольно тихо Словно он является здесь единственным пациентом Здесь, как всегда, тихо Словно за стенами полная пустота А в особенности за дверью соседней палаты Ручка двери покрыта слоем пыли Словно никто давно не брался за нее Не значит ли это, что я действительно здесь совсем один? По крайней мере, в этой части лечебницы Точно никого нет, кроме меня Доктор разместил меня здесь Таким образом явно не случайно А подслушанный разговор Лишь подтверждает данный факт Возможно, обо мне даже никто не знает Кроме самого доктора и майка Но ведь это должно вызывать у меня подозрения И вопросы Почему я здесь один? Неужели доктор этого не учел? Или же он проверяет меня? Если я начну задавать много вопросов Это вызовет у него подозрения В данном случае Это угроза моему сознанию и воспоминаниям Доктор же потеряет лишь время, потраченное на эксперимент И, скорее всего, вновь напечкает меня лекарствами Нет, такой вариант не является правильным Но он не собирается делать из меня пациента Который не в состоянии воображать Прикидываться таковым тоже не лучший вариант Единственный, наиболее оптимальный для меня вариант На данный момент Пытаться не делать лишних движений при докторе Во время приема Если я буду надолго задумываться Прежде чем ответить Он заподозрит неладное Сора прикрыл глаза Стараясь сосредоточиться на предстоящем испытании Я не должен совершить ошибку Он почувствовал легкое прокосновение руки К своей маклушке И открыл глаза Все хорошо, я рядом Блондин тепло улыбнулся ребенку Сора почувствовал, как напряжение ушло Он успокоился Майк остановился у кабинета И повернулся к соре Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести А не как в прошлый раз Когда мне пришлось посадить тебя в одиночную камеру Да, я ведь до сих пор не знаю Что я натворил в прошлый раз Хотя имеет ли смысл это узнавать Если правда, я вряд ли добьюсь от них Сора молча гревает мучения Майк пропустил Сору вперед Затем зашел следом Закрыв дверь Кабинет казался более-менее уютным местом Однако все равно Что-то давило на сознание со всех сторон Сора наконец увидел Того самого доктора Дэйва Он спокойно сидел за своим столом Листая карточки пациентов Увидев Сору, он улыбнулся и встал из-за стола Доброе утро, Сора Меня зовут доктор Дэйв Я буду заниматься диагностикой Твоего психологического состояния Начиная с сегодняшнего сеанса Мужчина протягивает ему руку Чтобы поздороваться Следящий за этим блондин хмурится Когда чувствует некоторое замешательство в ссоре Которое он проявляет внешне Окунув руку апатичным взглядом При этом познакомиться с вами После чего пожимает доктора руку Продолжая смотреть в одну точку Я вижу, что ты очень спокоен сегодня Скажи, тебе не кажутся знакомыми эти стены? Ты ведь уже здесь бывал раньше До своей амнезии Сора молча окидывает кабинет взглядом Обычные стены без обоев Холодного оттенка Из-за недостатка света Ковер, который своим видом Все равно не придает теплоты Темная мебель Мертвое деревце в горшке Взгляд Соры ненадолго останавливается на нем Но лишь на секунду Так как доктор все это время Внимательно следит за его реакцией Зачем он держит мертвое дерево в своем кабинете? Нет, я не могу вспомнить Полагаю, ситуация сложнее, чем мне казалось изначально Ведь это происходит с тобой не впервые Разумеется, ты этого не помнишь Не волнуйся Я сделаю все, что в моих силах Чтобы помочь тебе Ироки презренно смотрит на улыбку мужчины Лжец Доктор жестом указал на стул Стоявший около его стола Прося мальчика присесть Что Соры сделал Несмотря на добрую с виду улыбку доктора Взгляд ребенка ни на секунду не выпускал Потенциально опасность в его лице Внимательно наблюдая за каждым его жестом С первого взгляда Он не кажется мне странным Но я чувствую что-то плохое, смотря на него Но я не чувствую страха Не чувствуешь, значит Перед глазами парня белеет Он вновь вспоминает что-то важное Мальчик Прижимает ладони к глазам Склоняя голову вниз Похоже, желания что-либо видеть у него нет Я чувствую, как на меня давит что-то Когда они так смотрят Я не хочу, чтобы они проникали в мою голову Блодин подходит и опускается перед ним Стараясь убрать его руки от глаз Тихо Ты просто нервничаешь, не думай о них Он неуверенно улыбается ребенку Думая, как помочь ему Я не могу Я не хочу, чтобы каждый видел мои эмоции и чувства Они лишь вредят Они помогают им, а не мне Ироки смотрит на отражение себя Отражение внимательно смотрит на ребенка Начиная тянуться к нему рукой Хочешь, я помогу тебе забыть об этом? Голоса растворяются Когда это произошло? Очередное воспоминание, которое охранит Ироки Дает ему понять, что сейчас он больше ничего не может сделать Кроме как наблюдать за ситуацией со стороны Думаю, нам пора начинать Надеюсь, дождь за окном не сильно тебя отвлекает Совсем не отвлекает Что ж, это хорошо Во время теста лучше не отвлекаться на посторонние вещи Доктор достает из выдвижного ящика стола Небольшую папку И открывает я Для начала Будут стандартные и несложные вопросы Как проверка памяти Думаю, ты не станешь меня обманывать Я прав Сора молча кивает Хорошо, я начну Тебя зовут Сора Так, скажи, ты сам вспомнил свое имя? Сора крутит головой Нет Так меня назвал этот мужчина Доктор кинул взгляд на Майка Охранник коротко кивнул, подтверждая это А что же насчет тебя? Когда ты услышал свое имя, ты ничего не ощутил? Нередки случаи, когда подсознание отзывается на что-то более личное Например, на имя У меня не возникает чувства, что я сталкиваюсь с чем-то забытым ранее Даже когда меня назвали по имени Доктор делает первую запись в тетрадь и снова поднимает взгляд на Сору Задумчиво постукивая ручкой Скажи мне Тебя не беспокоят кошмары? Либо сны, которые ты никак не можешь объяснить из-за их странностей? Блондин кладет руку на плечо Сори и наклоняется поближе Скажи ему, что тебе снятся сны о том, как ты выходишь из этой лечебницы совершенно здоровы Мальчик старается не отводить взгляда от доктора и видит лишь то, как Ира кивает в надежде, что Сора послушает его Я не заметил ничего странного в моем сне, он показался мне обычным Что же тебе снилось? Я выхожу отсюда совершенно здоровым и на улице тепло Доктор опускает взгляд и несколько секунд странно барабанит пальцами, словно такой ответ не соответствовал его ожиданиям Хорошо Он возвращается в исходное состояние и улыбается пациенту При твоем состоянии такие сны удивительны, и это вполне хороший знак Твое сознание не зацикливается на проблемах, и ты веришь в хорошее будущее Однако проблемы все еще имеются, и их следует устранить, чтобы у тебя было хорошее будущее Они никак не связаны с амнезией, амнезия лишь защитный механизм психики для ухода от них Что со мной не так? В первую очередь, внезапные приступы Ранее было замечено, как резко, словно по щелчку менялось твое поведение К сожалению, несколько раз ты вел себя довольно агрессивно и однажды даже набросился на охрану После этого мне пришлось закрыть тебя на долгое время в камере Как я и говорил, твое сознание вытесняет такие моменты, и ты не можешь вспомнить Ирики хмыкает, явно сомневаясь в правдивости слов доктора Это не все Что менее важно, что не менее важно, твой собеседник Отчасти это вполне обычное явление среди детей, у которых есть проблемы в общении со сверстниками Из-за нехватки уверенности в себе или пережитой психологической травмы Но когда это общение с невидимкой приходит к границу, это превращается в болезнь О чем вы? Убежденность в том, что эта иллюзия реальна Привязанность, полное доверие, которое позволяет тебе действовать так, как просит тебя иллюзия Сора, я работаю здесь уже много лет и не раз видел детей, которые говорят с пустотой Нередки случаи, когда этот собеседник толкает их на ложный путь Я, как твой доктор, обязан предостеречь тебя Ты осознаешь, что это немаловажная проблема? Нет Я так не думаю Я не могу утверждать, вел ли я себя агрессивно или нет раньше Из-за отсутствия памяти Однако собеседник ведет себя тихо Тихо? Ты часто разговаривал с пустотой, а после пробуждения все внезапно прекратилось Что? Нет Не совсем Поначалу я слышал голос, когда только пришел в себя в камере Но потом он начал пропадать Мне показалось, что я просто не до конца пришел в себя, как после сна У меня кружилась голова, и я не совсем понимал, что меня окружают Я и не подумал, что этот голос имел какое-то значение После этого я ничего не слышал Интересно А ты слышал лишь голос, без какого-либо образа? Малчик Малчик Мал... Мальчик Малча кивает А этот голос, ты не можешь вспомнить, кому он принадлежал? Может, он показался тебе знакомым? Сора медленно, словно невзначай, переводит взгляд на проекцию Иреки стоит у стола доктора и крутит головой Нет, я слышу его впервые Кому он принадлежал? Он был женским или мужским? Я, извините, не могу сказать Не можешь или не хочешь этим делиться? Ты чего-то боишься? Я не могу дать ответ, потому что этот голос был искаженным Я так и не смог понять, женский он или мужской Этот голос был таким искаженным Я так и не смог понять, женский он или мужской Сора повторил все слово в слово, что немного порадовало Иреки и вызвало у него легкую улыбку Хм... Понятно Ситуация несколько затруднительна Однако, подбодрю тебя немного Это уже несколько лучше прошлых результатов А что было с прошлыми результатами? Как бы сказать, этот голос не утихал Однако, сейчас ты говоришь, что он пропал Но проблема не может просто исчезнуть У меня есть подозрение, что он лишь затих на время В любом случае, ты всегда можешь рассказать мне об этих изменениях, которые ты замечаешь И я обязательно постараюсь помочь тебе А что ты сделаешь? Сотрешь ему память? Пробурчал почти шепотом Иреки Ходя по кабинету, он тихо фыркнул Что ж, если ты не можешь сказать, кому он принадлежит Может, ты захочешь добавить что-то Например, о чем он с тобой говорил? Хм, ловко Теперь я не смогу увильнуть от вопроса Я вообще не помню О чем? Что? Я не помню Ни первого, ни второго Давайте это Без провокации О холоде Здесь очень холодно, особенно в моей палате На минуту в кабинете повисла тишина Создавалось ощущение, будто доктор давал ссоре время подумать над тем, что он ответил Любопытная картина выходит Ты говоришь, что голос пропал после твоего пробуждения в камере Однако ты говорил с ним о том, что в здании палаты и палате холодно Мне кажется, я вижу здесь некоторое несоответствие от твоих ответов Я лишь выдавливаю из себя ребенок, чувствуя какую-то тревогу внутри себя Сора Врать нехорошо доктору, который хочет вылечить тебя Он нас снова накачает дрянью Блондин схватил ребенка за руку и рунулся к двери Однако дверь тут же загородил с собой Майк Доктор достает из кармана шприц, наполненный странной мутной жидкостью И снимает колпачок, медленно приближаясь к мальчику Зачем ты пытаешься скрыть свою проблему и избежать? Ты ведь не понимаешь, что с тобой происходит? Ты не знаешь, насколько твоя проблема серьезная Я лишь хочу вылечить твое сознание И я вылечу Небольшой укол и шприц моментально опустошаются А сознание начинает покидать беззащитного ребенка до следующего пробуждения До следующего пробуждения Это конец? Я надеюсь, это конец, потому что меня заебало Прости, я не смог тебя защитить Но я буду рядом Я снова буду ждать твоего пробуждения Давай начнемся заново Ох, блять Такая мута тень Я так рад, что это закончилось Я, да, ну если кому интересно, можете пройти с другими вариантами ответов По-моему Блин Какой-то Какой-то Е-ой какой-то, я не знаю Ладно, всех с Новым Годом Или с наступающим, если я успею смонтировать Вот такое Такие вот бывают проекты Я бы не сказал, что он некачественный Типа рисовка Все там стильно, да Но что-то Прям Много слов И постоянные Постоянные мысли В общем В общем, вот так Я даже не понял, почему в конце Мой ответ был Кого-то не устроил Что не так Ну ладно Что ж Ну, всем пока, типа Субтитры сделал DimaTorzok